В Кирове пройдет забег карапузов. Необычные соревнования состоятся в рамках фестиваля Ее Величества Семья уже в эту пятницу. Участники смогут представить свою семью, показать, как умеют рисовать, мастерить поделки, а также им представится возможность создать генеалогическое древо и семейный фотоальбом. Отмечу, фестиваль начнется в 8 утра и продлится до 6 вечера во Дворце Молодежи. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Не больше двух этажей плюсом. Кировские строители предложили ограничить отклонение от нормативов. Решение было принято накануне вечером на публичных слушаниях. Специалисты обсуждали изменения в городских правилах землепользования и застройки. Напомню, в каждом районе города число этажей, а точнее высота здания в метрах, зафиксировано как раз этими нормативами. Например, на улице Казанской в районе Александровского сада выше 12 метров дома строить не положено. Тем не менее, пока специалисты приняли решение о том, чтобы возможность увеличить цифру, появилось. Окончательное решение примут депутаты городской думы. В Кирове стало больше больных ОРВИ. Рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями составил 15,5%. По данным Роспотребнадзора, в общей сложности к врачам обратились почти 7 тысяч больных ОРВИ. Четверть из них – дети. Но стоит отметить, в целом уровень заболеваемости остается ниже недельного эпидпорога на 29%. Кировские чиновники советуют кировским бизнесменам переходить на патент. Совет адресован всем индивидуальным предпринимателям, которые находятся на едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Мэрии напомнили, что с 1 января 2018 года данный налог отменяется. И перечисляют ряд преимуществ патентной системы. Например, то, что не будет нужды платить налог на доходы физлиц, использовать контрольно-кассовую технику. Зато появляется возможность привлекать наемных работников до 15 человек.